Делать, думать и говорить одно и то же Потому что это кратчайший путь к достижению цели И это девиз нашей программы Лобби-холл на Витте, меня зовут Станислав Уланов В спорте часто бывает такое, что отстающий приходит к финишу первым Да, проблем в Чусовском районе немало Но сегодня уже два года Это территория опережающего развития Как меняется ситуация в территории Обсудим с гостем в студии Глава Чусовского района Сергей Белов Сергей Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Ну что ж, на протяжении двух лет действует Территория опережающего социально-экономического развития Формулировку эту мы с вами отдельно обсудили До начала программы Последние рейтинги, с которыми мне удалось ознакомиться Четвертое место по количеству резидентов Если я все правильно понимаю, это в федеральном рейтинге Давайте подведем итоги работы в целом за два года Как меняется ситуация Безусловно, считаю, что результаты неплохие Для нашей территории нам удалось зарегистрировать на территории Социально-экономического развития Чусовой Десять резидентов Резиденты работают в различных сферах И очень важно, потому что цель получения данного статуса Это все-таки диверсификация экономики на территории города Чусового На сегодняшний день ситуация меняется Я считаю, что меняется кардинально Потому что мы уходим от монозависимости От зависимости одного городообразующего предприятия И переходим в диверсифицированную экономику Десять резидентов Они сегодня работают у нас в различных отраслях Это и химическое производство Производитель минеральных удобрений У нас компания зарегистрировала И в этом году начнет производство Это предприятия, которые занимаются машиностроением Это предприятия, которые занимаются переработкой Строительные отрасли и так далее Поэтому то, что мы планировали Чего мы планировали достичь Своей проектной командой мы это сделали И дальше продолжаем этим заниматься Сергей Владимирович, территория опережающего Социально-экономического развития Это и звучит масштабно И результаты, которые вы озвучиваете В общем-то внушительные Но хотелось бы с точки зрения, что называется, нормального, обычного человека Рассмотреть ситуацию Вот как меняется жизнь жителей территории Как измерить эффект экономических преобразований С точки зрения социальной Количества рабочих мест Что меняется? Меняется само отношение населения К территории с моноукладной экономикой Я могу свой пример привести Мы четко понимали после школы Что у нас есть градообразующее предприятие Практически в каждой семье Был свой металлург Либо железнодорожник То есть мы знали, что у нас есть завод В котором работает больше 10 тысяч человек На тот период, когда еще был маленький И по сути все профильные Среднеучебные заведения Высшеучебные заведения В них учились наши молодые чусовляне Они знали, что они пройдут обучение Вернутся, будут работать на заводе Ситуация кардинально в 90-е годы поменялась Конечно, с учетом прихода рыночной экономики И сегодня очень важно Последние два года Жители, я больше говорю о молодых Жителей города Чусового Наших чусовлянах Понимают, что в городе есть и другие предприятия В которых тоже можно работать В которых можно получать достойную заработную плату Где можно реализоваться Как специалист очень высокого уровня И мы сравниваем, допустим Аналогичные предприятия На всей территории Российской Федерации Вы знаете, ну зарплата примерно одинаковая Поэтому, на мой взгляд Здесь и меняется отношение Практически два года назад Большая часть жителей стремилась Молодых жителей стремилась уехать из города А сегодня видно, что Я сам лично проезжая наших резидентов Замечаю, что молодежь работает Работает на территории Создает семью Соответственно, для нас очень важно Когда создается семья Где и мужчина, и женщина могут себе найти работу И когда дети спокойно устроены в детский сад Когда дети идут в школу Могут обучаться в средних учебных заведениях И для меня очень важно, чтобы и филиалы высших учебных заведений Были на территории города Часово Вот это и есть, наверное, социально-экономическое развитие территории Территория опережающего социально-экономического развития Часовой Действует по текущим планам Насколько я понимаю До 2027 года Давайте так далеко пока загадывать не будем На этот год что планируете Какое количество резидентов планируете привлекать Может быть, есть уже конкретные договоренности Да, безусловно Проектная команда себе задала Очень высокую планку на этот год Потому что основные льготы Территория опережающего социально-экономического развития Основные льготы действуют первые три года После получения самого статуса И, соответственно, мы должны сегодня быстро бежать Привлекать наших предпринимателей Для получения статуса резидента И, соответственно, проектная команда Сегодня уже ведет переговоры Как минимум с тремя кандидатами в резиденты И я надеюсь, что уже в начале второго квартала текущего года Мы, как минимум, получим одного, второго и третьего резидента Территория опережающего социально-экономического развития Часовой Ну и в этом году, конечно, тоже не менее 8 резидентов Мы планируем, рассчитываем, чтобы появилось на территории нашего города Сергей Владимирович, помимо важных экономических, социальных преобразований И другие перемены в Часовом имеют место быть Связано это с административной составляющей С изменением структуры управления В общем, с созданием городского округа На каком этапе сейчас этот процесс в Часовом происходит? Мы привели все процедуры, которые связаны с созданием городского округа Все наши представительные органы поселенческого уровня И Земское собранческого муниципального района Приняли положительное решение Мы провели голосование с жителями, пообщались И у нас уже 21 марта текущего года На законодательном собрании Пермского края Этот вопрос будет обсуждаться Надеюсь, что депутаты примут положительное решение Ну и, соответственно, у нас после публикации этого закона В средствах массовой информации Начинается переходный период Переходный период мы практически уже с коллегами обсудили Работа уже активно ведется И 8 сентября текущего года состоятся выборы в Часовской городской округ Работы много И я уже сегодня замечаю большую активность И я уверен, что мы сделали с коллегами и с населением города Часового и района Правильное, верное решение Потому что все равно человек, ответственный за всю территорию, должен быть один Все равно здесь некая оптимизация органов власти предполагает Сокращение чиновников и высвободившиеся средства Направить как раз на инфраструктурные проблемы города и сельских территорий И очень важно, что это и привлечение дополнительных средств Через участие в разных краевых и федеральных программах Зачастую поселения, сельские поселения и городское поселение Не могли участвовать в этих программах, потому что банально в бюджете денег нет Поэтому сегодня такая возможность есть И мы достаточно положительно оцениваем эффект от объединения в городской округ И большой исторический проект, который сейчас развивается в Часовом Он связан с реконструкцией центральной городской улицы, улицы Ленина Расскажите подробнее На сегодняшний день улица Ленина, конечно, у нас в упадническом состоянии Кроме социальных объектов, конечно, основные социальные объекты Они находятся на улице Ленина Это культурно-деловой центр, это дом культуры железнодорожников Это 14-я школа, где сегодня у нас обучаются подростки с девиантным поведением Это администрация города, это школа искусств То есть основные объекты социальные находятся именно на улице Ленина Многоквартирные дома, которые сегодня находятся на улице Ленина, к сожалению, находятся в ужасном состоянии Мы провели обследование всех домов Конечно, часть домов не подлежит ни реконструкции, ни капитального ремонта Но большая часть домов возможно проведение капитального ремонта Сделать реконструкцию, привести в порядок фасады, дороги и прочие элементы архитектуры Очень важный проект, который направлен в первую очередь не просто на развитие инфраструктуры А отношение жителей к старой части города И нашим жителям вообще всего города дать возможность взглянуть на город по-другому То есть это начало новой жизни, начало воссоздания исторического центра города Чусового Для нас это очень важный аспект Первое – это привлечение подростков, привлечение подрастающего поколения к этой проблеме Сегодня проблема следующая Девиантные подростки, они занимаются граффити, дома все исписаны в ужасном состоянии Мы привлекаем их для участия, вот как раз ревитализации этой территории Через различные проекты Активно город участвовал в конкурсе, который проводил агентство Стратегический инициатив, это 100 городских лидеров Мы на первом этапе победили по голосованию И я уверен, что на сегодняшний день на краудсорсинговой платформе будем участвовать Своими проблемами, своими проектами улицы Ленина Привлекать туда молодежь И я уверен, что мы и дальше будем работать с молодежью совместно Для воссоздания исторического облика старой части города, улицы Ленина У нас очень классная история по улице Ленина Мы все вовлечены в этот процесс Большая часть жителей улицы Ленина просто заряжены результатом по-хорошему Потому что, когда проходило голосование У нас за наш проект проголосовало больше всего жителей города Мы обошли такие крупные города, как Тамбов по голосованию, Онега Мы обошли Анапу Представляете, у нас 5% жителей со всего Это около 2000 человек проголосовало за этот проект Поэтому я знаю, что население нас поддерживает Я знаю, что мы обязаны этот проект реализовать И мы будем делать все возможное для реализации этого проекта Поэтому важная составляющая – это и социальное, то есть воссоздание исторического центра города Чусового Можно ли говорить что-то о сроках, о планах, когда, какие работы? Конечно, есть такие краткосрочные перспективы, среднесрочные и долгосрочные Краткосрочные перспективы до 2020 года В этом году мы участвуем в конкурсе, который проводят Министры Российской Федерации По малым городам, заявка у нас готова Отличная заявка Сейчас будет ее рассматривать наше профильное министерство Пермского края И мы эту заявку уже до конца марта подаем Рассчитываю на победу Потому что в том году мы участвовали, попали в финал с другим проектом Немножко не докрутили В этом году мы привлекли очень крупную организацию подрядную У компании из филиала и в Париже, и в Санкт-Петербурге Компания называется Окистра Дизайн К большой нашей радости к нам присоединился Чудском металлургический завод И он нам сегодня помогает в работе И мы рассчитываем на победу Объем финансирования планируется порядка 80 миллионов на первом этапе Мы будем привлекать фонд капитального ремонта Мы будем привлекать средства регионального бюджета Такой достаточно большой объем средств, которым будем привлекать уже в 2020 году Ну и долгосрочно это дополнительное финансирование С тех источников, которые я назвал, уже на, так скажем, докрутку архитектурного облика Исторической части нашего города Ну конечно, очень хочется пожелать вам удачи в реализации этого проекта Очень интересно посмотреть, как изменится облик города Сергей Владимирович, на днях буквально планировал, чем заняться в свободное время Если такое, конечно, будет в ближайшее время Обратил внимание, раньше какие-то лыжные соревнования Чаще, если в Пермском крае проходили Чайковский, Чайковский, Чусовой Чусовой соревнования высокого уровня В том числе с международным представительством проводятся в городе Мне кажется, соревнования, спорт, высоких достижений это хорошо Но опять же, с точки зрения человеческой Хочу поинтересоваться Вообще, есть планы развивать вот это направление Спорт и отдых? Безусловно, у города Чусовой очень богатые спортивные традиции Наши саночники известны далеко за пределами Российской Федерации Это сегодня главный тренер сборной по санному спорту Это и Альберт Демченко Буквально недавно на девятом этапе Кубка России Его дочка заняла первое место Это очень высокое достижение Это очень высокий уровень подготовки Это все Чусовляне Понимаете? И Татьяна Иванова, недавно у нее был юбилей Это тоже чемпион Европы Призер нескольких этапов Кубка Мира У нас очень богатая спортивная история Многие знают, что и наши фристайлисты Сегодня порядка 70% сборной России по фристайлу Состоит из наших Чусовлян Поэтому, конечно, мы этим направлением занимаемся И уделяем особое внимание Есть мысль создать спортивно-туристический кластер На базе нескольких спортивных объектов Городу Чусового Это и спортивная база Огонек Прославленная, где у нас тренируются и горнолыжники И фристайлисты, и саночники Потому что санная трасса работает И это горнолыжный курорт Токман Где сегодня тоже неплохие трассы Очень качественный, на мой взгляд, сноуборд-парк И мы тоже рассчитываем на продвижение этого проекта Ну и лыжная база Металлур, где у нас занимался Прославленный советский спортсмен Михаил Толгатович Девятьяров Это победитель Олимпийских игр И он нам помогает И поэтому каждый год уже на протяжении нескольких лет Проходит один из этапов Кубка России по лыжным гонкам Поэтому это действительно такие знаковые соревнования Для территории города К нам приезжают ведущие спортсмены Мы знакомы с нашими первыми лыжниками нашей страны Это наша прославленная команда лыжников, биатлонистов Поэтому этим направлением мы активно сегодня занимаемся Надеемся на поддержку на федеральном крайнем уровне Нам нужна, конечно, инфраструктура Нам нужна помощь, наверное, методическая Ну и, собственно, мы со своей стороны еще раз И еще раз готовы представить наших знаменитых спортсменов-часовлян На международный и российский уровень Ну а мне кажется очень символичным То, что завершаем мы нашу беседу именно на спортивной теме Потому что, учитывая те планы, которые вы озвучили в рамках сегодняшней программы Ну вот такой хороший спортивный настрой, я думаю, всему Чусовскому району А впоследствии городскому округу требуется для того, чтобы действительно прийти к финишу первым Спасибо за то, что вы были у нас в гостях Будем рады видеть вас снова Спасибо, приезжайте в гости Спасибо за приглашение, с удовольствием Вы смотрели «Лобби-холл на Ветте» Сегодня у нас в гостях был глава Чусовского района Сергей Белов Меня зовут Станислав Уланов До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»